Трофей. Ну для нас это трофей для камчатских рыболовов. Это мальки, чулычи. Ну мы рады и такой рыбе. Но надеемся, что у нас будет и 10+. Как она жестко взяла. Просто вообще. Я такое ощущение, знаешь, что кто-то плыл просто так. Ну кто-то плыл мимо и просто муху так забуксировал. Я подсёк. Ты не видел? Я досекал. Я раза три сёк. Просто как поклёвка была в разгон, муха шла. И прям, прям, знаешь, ну необычно. Как жерик, наверное. Прям сглосно. Ну да, теперь это будем называть как чулыча. Ну что, продолжим? Продолжим. После очередной реализованной поклёвки Максим продолжает подавать муху так, чтобы она шла в разгон на максимальной скорости в зоне предполагаемой атаки. Управляя шнуром и видя, что с ним происходит в момент проводки, Максим очень точно манипулировал приманкой, добиваясь нужного для него результата. Опять в том же месте. И снова рыба. В том же месте. На ту же муху. Здесь всё, ножкой, хорошо. Лить, вы маты, вы маты, быстрее. Так, 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 мы уже не искаем. Хорошее завершение. Мальчик, да. Хорошее завершение рыболовного дня. Такой некрупной чулычкой. Очень красиво. Немного уже такой посиневший. Приобретает брачный наряд. Но, на самом деле, любая рыба доставляет удовольствие даже такая. А на хвостом особенно. Когда ловишь рыбу на муху, это двойные ощущения. Смотри, тоже взяла в ножницы. Красиво, да? Вот такая уже сходить не будет. С ножниц редко сходит рыба. Слушай, ну, красиво. У них такие реберные крышки интересные. Первый день большой камчатской экспедиции Максима Воропай подошел к концу. Экипаж возвращается на базу с пониманием того, как и на каких участках реки следует ловить трофейную чулычу. Что рыболовы и продолжат делать после небольшого перерыва на кратковременный отдых.